да мир всем шалом слава богу братья сестры всех приветствую благоставляю в этой поездки она получилась самое интересное потому что обычно в поездках только лишь вот съемки там в церквях я делал программы такие но иногда на улице и правда было пару съемок таких интересных но вот это наверное самая интересная получилась поездка потому что это наподобие как в америке было там резервации вот и американских индейцев тоже жилища именно похоже но здесь конечно это это заполярье это совсем другая климатическая зона здесь совсем другие условия абсолютно другие и вот оленей здесь прививают и пересчитывают сейчас прямо при нас мы попали как раз с братьями мы приехали на уазике с братьями и сейчас я помолимся тоже а будет будет общение потому что здесь тоже вот среди этих малых народов среди проживающих здесь есть и верующие именно покаявшиеся и конечно благословляю всех всех наших зрителей вот давайте вместе тоже просто пастор один из пастырей как раз с воркуты тоже может представьтесь тоже я как раз приветствую всех братья и сестер видео мы рады вас сегодня видеть на нашей коми земле мы приехали к коренным жителям народу коми здесь есть и ненцы и ханты которые тоже населяют территорию вот они занимаются оленеводством то есть выводят оленей продают мясо в город кормят нас кормят близлежащие поселения вот мясо очень вкусное диетическое оленина вкусная жаль что вы наверное и не попробуйте большинство да они в киеве не купить оленины но если бог успособит вас приехать в наш край милости просим постараемся чтобы вкусили и это благо вот ну а что касается сегодня они живут уже верующие люди да и эта работа началась давно первые миссионеры как раз были православные еще в 19 веке они приезжали на эту землю и сегодня если зайти такие чумы я сам можно увидеть отдельный уголок в чуме он иконы да иконы да он как раз говорит о том что эти люди уже просвещенные вот и имена у них такие все у нас интересные имена коренные имена они вычурные для нас конечно трудно произносим трудно произносим но сегодня их редко встретишь в основном имена такие старославянские как устиния марфа вот прокопий вот и сегодня мы просто радуемся что эти люди говорят на русском и нам как бы не надо изучать их трудный язык мы проповедуем на русском языке они вас понимают не все из них грамотные не все могут читать библию поэтому надо ездить надо слово божие преподносить в доступном варианте понятно но и конечно же есть нужда чтобы сюда приезжали учителя русского языка и сидим проводили обучение обучение взрослых людей читать и писать и грамотность тоже надо ну а остальное я думаю снимет расскажет его впечатление потому что это лучше чем я привыкший к этому да в этом уже привыкшая а вот новые свежие свежие для для интересно для людей незнакомых для меня первая ассоциация вот с американским индейцем я был вот как раз в северной америке значит в резервациях индейцев тоже вот у них жилища похожие тоже не делают но там конечно теплее там там и там другой климатическая зона совсем и даже внешне не похоже на индейцев вот кстати вот эти народы вот как они выглядят тоже так же вот они вот и значит и как и индейцы тоже в принципе не разговаривали на на английском языке тоже там в принципе я знаю миссионеров которые там не один год работают среди индейцев в резервациях прям открывает реп-центр допустим значит служит и им не нужно изучать местные там чироки там или сивы дакоты там какие-то языки потому что они свободно на английском все разговаривают да слава богу ну пусть благословит вас молитесь за север за народа севера молитесь за делатели которые уже несут труд свой здесь в этой земле вот коми и в других регионах севера и конечно если в чем-то сердце будет побуждение как раз именно участвовать в этом тоже то будьте частью этого и молитве и финансами и если кто-то будет иметь позыв такое побуждение приехать сюда послужить то вот пожалуйста свяжитесь с кем-то из священнослужителей как раз здесь уже трудящихся уже в иркуте насчет и по коме и я думаю что народ здесь гостеприимный принимает насчет и рада делателям на неве божьей пусть господь благословит всех вас до встречи и на земле и до небеса